привет меня зовут Анна мы с вами продолжаем изучать приемы письменных вычислений изучать математику сегодня говорим про вычитание вторая часть нашего видео если не смотрели еще 1 обязательно вернитесь и посмотрите а мы сегодня с вами поговорим про запись вычислений столбиком с вычитанием а также поговорим про алгоритм письменного вычитания да как мы должны рассказывать с вами свои вычисления и так запись столбиком такая же вычитание как и в сложении да очень важно записывать единицы под единицами десятки под десятками и не забывать ставить знак действия как вот я сделала например здесь 46 минус 22 единицы под единицами десятки под десятками дальше по когда мы проводим вычисления начинаем мы тоже также с низшего разряда с единиц вычитаю единицы 6 минус 2 это будет 4 записываю под единицами в ответе вычитаю десятки 4 минус 2 это будет 2 записываю в десятки читаю ответ 24 у меня получается но это вычитание с двузначными а нас интересует вычитание с трех значными а здесь все то же самое ничего сложного не пугайтесь что числа такие большие точно также записываем 375 записываем знак действия обязательно ребята проверяйте знак действия вот очень часто ошибки вместо вычитания делают сложение вместо сложения вычитания не забывайте об этом обращайте на это особое внимание а дальше записываю наши вычитаемые 192 под нашим уменьшаемым в столбике единицы под единицами десятки под десятками сотни под сотнями до 375 минус 192 дальше начинаем вычитать вычитаю единицы 5 минус 2 это будет 3 пишу единицах в ответе дальше вычитаю десятки 7 минус 9 вычесть не могу поэтому занимаю у сотен одну сотню до превращаю в 10 десятков 10 десятков и 7 до десятков это 17 десятков у нас получается 17 минус 9 получается 8 8 пишу в десятках и дальше от трех мы с вами забрали 1 до точечка нам это показывает мы с вами знаем да что означает . остается две сотни из двух сотен забираем одну сотню то это одна сотня читаю ответ 183 это наш ответ обратите внимание что когда мы выполняем вычитание как сложение как любое другое алифметическое действие мы должны уметь его правильно произносить правильно произносить вычистение поэтому мы сейчас с вами поговорим про алгоритм вычитания в целом он очень похож на алгоритм сложения до 960 минус 84 это наш будет пример который мы будем решать сначала мы говорим о том как мы записываем дальше мы говорим о том что мы вычитаем причем вычитаем и по разрядам от низшего к высшему единицы десятки сотни ну и там далее вычитаем 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 и в конце концов когда мы все уже вычли все действия произвели мы читаем ответ здесь да поехали вместе объясняем пишу девятьсот шестьдесят минус восемьдесят четыре единицы под единицами десятки под десятками сотни под сотни начинаю вычитать вычитаю единицы 0 минус 4 вычесть нельзя занимаю один десяток из десятков до 6 занимая один до получается 10 вычитаю из десяти 4 6 пишу в единицах в ответе идем дальше вычитаю десятки было шесть десятков осталось 5 5 минус 8 вычесть не получается занимаю у сотен один одну сотню до 10 десятков 10 и 5 получается 15 десятков из 15 вычитаю 8 это 77 пишу в десятках идем дальше вычитаю сотни было девять сотен стало восемь сотен до 8 минус 0 будет 8 да мы понимаем что на месте пропуска у нас здесь 0 здесь понятно восемь пишем в сотнях читаю ответ восемьсот семьдесят шесть ответ восемьсот семьдесят шесть это записано вот это все учитесь да когда выполняете задание особенно сейчас в первое время когда только учитесь это делать проговаривайте вслух вспоминайте алгоритм учитесь говорить если сейчас научитесь дальше будет гораздо легче дальше можно даже не проговаривать у вас в голове сама будет внутренняя речь то формировать правильное объяснение ну а сейчас важно очень вслух научиться это делать а мы подводим итог сегодня говорили про запись вычислений в столбикам да поговорили про алгоритм письменного вычитания и про то что нам нужно уметь с вами правильно грамотно математически говорить тренируйтесь это делать не забывайте спасибо за внимание до встречи на следующем уроке пока